Главным политическим событием этой недели стала прошедшая открытая сессия Совета Славянского района. В ее повестке значился всего один вопрос – отчет главы Славянского района Романа Сенеговского об итогах социально-экономического развития муниципалитета в 2020 году. На этом мероприятии жители района и депутаты дают оценку всему тому, что власть за отчетный год делает для развития района. На седьмой открытой сессии Совета побывали и наши корреспонденты. 2020 год завершился. Несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса, Славянскому району удалось многого достичь. Итоги работы муниципалитета подвели на расширенной сессии районного совета, которая состоялась 17 марта в городском Доме культуры. В этом году из-за сохраняющегося режима повышенной готовности сессия проходила с ограниченным количеством участников при соблюдении всех требований Роспотребнадзора. В повестке дня сессии значился всего один вопрос – отчет главы Славянского района Романа Синеговского об итогах социально-экономического развития района в 2020 году. Выслушать отчет главы муниципалитета в этот день пришли представители социальных отраслей, бизнеса, общественности, руководители государственных организаций и учреждений, главы поселений. И каждый из присутствующих отмечал положительные изменения, произошедшие в районе в 2020 году. На прошедшей сессии поселений мы все подвели итоги работы каждого поселения, поставлены задачи на этот год. Год был крайне тяжелый, крайне тяжелый и для жителей, и для объектов экономики, но благодаря совместным, слаженным действиям всей команды цифры, которые характеризуют прошлый год, они не уменьшились. Задания практически все выполнены. И мы вместе с жителями встретили Новый год с большими надеждами на то, что этот год будет еще лучше, мы достигнем более весомых показателей. У нас очень такой дружный, очень сплоченный, очень работособный и коллектив, как педагогов, так и директорский корпус, так и управление образованием. Поэтому, конечно, мы смогли очень быстро сориентироваться и принять те решения, которые были необходимы для обеспечения безопасности жизни и деятельности самой школы, и обучающихся родителей, и всех, кто связан со школой. Я хочу, пользуясь случаем, сказать огромное спасибо и управлению образованием, и администрации города и Славянского района, потому что были предприняты буквально титанические усилия для того, чтобы жизнедеятельность образовательных учреждений, дошкольных учреждений, она продолжалась в полном объеме. Хочу сказать слова благодарности за строительство Нового Северного парка. Я как мама троих детей, как представитель общественной организации и как депутат Савянского городского поселения выражаю огромную благодарность тех, кто задумал этот проект, для тех, кто выполнил этот проект. То есть то, чьими руками это было сделано, низкий поклон, я думаю, от большинства жителей города, а от мам с маленькими детьми отдельная благодарность, потому что удобные дорожки, комфортно можно ездить на самокатах, их вот недавно поставили там, можно выходить всей семьей. В работе седьмой расширенной сессии совета приняли участие руководитель департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Алексей Горбенко, депутат Государственной думы Иван Демченко, депутаты законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский и Жанна Беловол. Как отметил Роман Сенеговский, практика такого отчета дает возможность провести анализ выполненных дел, отметить положительные моменты, критически посмотреть на нерешенные вопросы и определить пути дальнейшего развития. Темпы роста, которые в последние годы показывает район, высоко отмечают на краевом уровне. По результатам оценки эффективности работы органов местного самоуправления, Славянский район занимает второе место среди 37 муниципалитетов края. В краевом рейтинге по созданию условий для благоприятного инвестиционного климата – третье место. За последние пять лет объем инвестиций в экономику района превысил 39 миллиардов рублей. Реализовано 20 крупных проектов, а это более полутора тысяч новых рабочих мест. Несмотря на сложности, связанные с пандемией, району удалось сохранить стабильность во всех основных отраслях и в полном объеме выполнить бюджетные обязательства. Задача, поставленная губератором Кубани Вильямовичем Кондратьевым по выполнению бюджетных назначений консердентного бюджета края в нашем районе, выполнена. Бюджеты всех уровней собрано 5 миллиардов 698 миллионов рублей налоговых и неналоговых платежей, из которых бюджет края зачислено 4,5 миллиарда рублей. На протяжении последних лет наш район входит в первую десятку муниципальных образований по наполняемости консердентного бюджета края. На 2021 год стоит задача мобилизовать бюджеты всех уровней 5 миллиардов 700 миллионов рублей собственных доходов и вложить эти средства в дальнейшее развитие района. Значительная часть бюджетных средств свыше 250 миллионов была направлена на строительство новых объектов и ремонт существующих. Были построены 11 совершенно новых социально значимых объектов. Это спортзал на территории 4 лице, дополнительные пристройки на 140 мест в трех детских садах, ФАП в хуторе Маевском, офис врача общей практики в поселке Целином, две спортивные площадки в хуторах Голицын и Барониковский. При поддержке депутата ЗСК Виктора Чернявского в центре дополнительного образования открыта научная лаборатория. Кроме этого капитально отремонтировано здание картинной галереи, клуба в хуторе Нищадимовском, проведена замена оборудования и чаши в бассейне Дельфин. Муниципалитету удалось в полном объеме реализовать 10 краевых программ и выполнить главные показатели четырех национальных проектов – образование, здравоохранение, демография, живье и городская среда, в рамках которых в больницу приобреталось современное оборудование. Была завершена реконструкция Северного парка. Выполнено большой объем работ по ремонту дорог и тротуаров – 130 километров. Планы на этот год не менее впечатляющие. Уже начат ремонт хирургического и травматологического отделений. Приступили к строительству центра единоборств на городском стадионе. Обсуждается проект реконструкции набережной. На 2021 год обозначены следующие задачи. Завершение строительства центра единоборств в Славянске на Кубани, строительство спорткомплекса в станице Петровской и площадки в Южном округе города на территории Манежа Олимпийц. Строительство детского сада на 320 мест в Славянске на Кубани. В этом году мы планируем первый этап строительства – порядка 100 миллионов рублей. Капитальный ремонт здания стадиона в хуторе Барониковском и трех школьных спортивных залов – школа 5, 29, 39. Капитальный ремонт кровли дома культуры в поселке Рисово и кровель в 12 учреждениях образования – 6 школ и 6 детских садов. У нас серьезные планы по реконструкции набережной в городе Славянске на Кубани. Подготовлен проект, подана заявка на участие в программе «Комфортная среда» на общую сумму 160 миллионов рублей. Кстати, с губернатором я этот вопрос тоже проговорил и надеемся, что даже в этом году начнем мы реконструировать нашу набережную. По этой же программе в текущем году будут благоустроены скверы в поселке Забойском, в страницах Анастасийской, Петровской, Черноярковской, Хуторе-Голицыне. Финансовое вложение составит 92 миллиона рублей. Роман Синеговский отметил, что работа по развитию территории района ведется при поддержке краевой власти. Многие сложные вопросы в медицине, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве решаются благодаря помощи депутата Государственной Думы Ивана Демченко, депутатов Краевого парламента Виктора Чернявского, Роберта Паронянца и Жанны Беловул. От имени актива района Роман Синеговский выразил слова признательности губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, председателю законодательного собрания края Юрию Бурлачко. Завершая отчет, глава района поблагодарил за совместную работу общественников, всех жителей, которые неравнодушны к судьбе своей малой родины, ветеранов войны и труда, за их поддержку и мудрые советы, команду глав поселений, депутатский корпус. Я благодарю за сотрудничество активистов, органов ТОС, всех неравнодушных земляков, которые участвуют в созидательных делах на благо своих поселений, наших почетных жителей, тех, кто своим трудом в разное время, порой в очень непростых условиях, делал и делает много для развития Славянского района. Спасибо главам, депутатам, руководителям предприятий и учреждений, коллективам администрации района и поселений. Я благодарен вам за четкое взаимодействие, деловой подход, ответственность и надежность в каждом вопросе. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, присутствующий на сессии, руководитель департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Алексей Горбенко озвучил оценку, которую работе муниципальной власти Славянского района дают в администрации края. Уважаемые коллеги, заслушав доклад главы муниципального образования, поанализировав развитие территории в минувшем году, оценив результаты, определив дальнейшие перспективы, считаю возможным в целом признать работу проведенным муниципалитетом удовлетворительной. Коллеги, хочу поблагодарить всех вас за работу в этом непростом году. Многих результатов удалось добиться, вопреки пандемии, ограничениям экономическим трудностям. Всем присутствующим здесь хочу пожелать от имени губернатора Кубани Вениамина Ивановича Кондратьева плодотворной совместной работы в наступившем году. Мы с уверенностью говорим о готовности решать возникающие проблемы вместе. Спасибо за ваш труд. Свою оценку работе администрации Славянского района в ходе сессии дал и депутат ЗСК Виктор Чернявский. С интересом прослушал доклад, доклад, подкрепленный цифрами, фактами. Работа сделана, проделана большая. Я думаю, что секрет успеха, а результаты серьезные, секрет успеха работы администрации, это, конечно, взаимодействие с кровым уровнем власти, взаимодействие с поселениями, то, что вы всегда на передовой с людьми, сходы эти встречи, постоянно разъясняете. Уважаемый Роман Иванович, уже мои коллеги, я считаю работу достойной администрации, считаю, что она удовлетворительной. Спасибо, Виктор Сергеевич. В ходе сессии ответил глава района Роман Синеговский на ряд вопросов земляков, которые прозвучали из зала. Вопросы касались самых разных тем. Славянцев интересовало, как коснется строительство, новая трасса на Крым, интересов сельскохозяйственных предприятий. Какие меры предпринимаются по решению вопроса с нехваткой воды для рыбоводческих или сосеющих хозяйств. Меры господдержки самозанятым гражданам. Деятельность нового регионального оператора по вывозу бытовых отходов. Сохранение водных биоресурсов, в частности, очистка лиманов. Казаковское районное казачье общество беспокоит состояние лиманов, каналов на территорию Черноярдовского сельского поселения. Предврежные мелководия в настоящее время сильно зарастают, что приводит, конечно же, к затруднению нереста рыбы. А это водно-биологические ресурсы нашего района. Какая работа проводится в данном направлении? Хочу сказать спасибо отдельно Ивану Ивановичу Демченко. Все вы знаете, да, вот мы, вернее, Иван Иванович, спасибо ему, предоставил большой экскаватор, который отработал, если мне не изменяет память, 16 межлиманных соединений. Порядка 18 километров произведена очистка, плюс 3 плюса, плюс 2 входа в лиманы. Поэтому на сегодняшний день советовался с Николаем Петровичем, с коллегами. Замора рыбы в этом году не было. То есть те работы гидромиллиоративные, которые были выполнены, они позволили сохранить нам биоресурсы. Те лиманы прибрежные около моря, сейчас они все с рыбой. Рыба зашла на нерест. Понимаете, это мы, в принципе, вот по прошлому году, наверное, кто же знал, что такая будет погода, дождей не будет, все повысыхало. Если бы, конечно, мы эти мероприятия не провели, мы бы все, потеряли бы все. Уже бы там ничего не было. То есть нормально, работаем, и я так думаю, что, Роман Иванович, и дальше будем помогать в этом плане. Спасибо, Иван, спасибо большое. От жителей Черноярковской также прозвучал вопрос о возможности строительства спортивного комплекса на территории их поселения. Роман Синяковский дал поручение обсудить планы по проектированию данного объекта. Депутат Государственной Думы Иван Демченко пообещал помочь с решением этого вопроса, а также посодействовать в ремонте дороги на Кучегуры, столь необходимой для развития курортного сектора. Эти 8 километров до Кучегуры надо дорогу нам сделать. Сейчас население особо не есть. Вот надо прямо в программу ее поставить. Это основная жила нашего здоровья, нашего района, по большому счету. И наших гостей, кто приезжает к нам. Нам этого нельзя уже упустить никак. Эта дорога должна быть. В конце сессии депутаты совета приступили к голосованию. Их решением работа главы района и администрации в 2020 году была признана удовлетворительной. Кто за? Кто против? Воздержались. Принято единогласно. Большая благодарность им за то, как мы пережили эту пандемию. Потому что важно было принятие решения губернатора. Как это дошло до людей. Потому что мы же в такой стрессовой ситуации никогда не жили. Потому что 2020 год явно год потрясений, год потерь. Но год и какой-то надежды в то, что мы все вместе преодолеем. И вот эта сплоченность команды Романа Ивановича, депутатов, главпоселений, ТОСовцев, вообще хозяйственников, всех бюджетников. Конечно, огромное спасибо здесь медицинским работникам. Вот эта все сила духа и сила воли просто вселяет в себя уверенность. И мало того, что ты это видишь, ты проживаешь это каждый день. Но тем не менее, ты уверен в том, что завтра будет еще лучше. У нашего Славянского района большое будущее. Нам надо так держать. Поэтому я, конечно, не всегда могу порадоваться той оценкой, когда говорят удовлетворительно. Я могу сравнивать. У меня есть чем сравнивать. Вот в нашем случае, в случае Славянского района, конечно, мне хотелось бы сказать «хорошо». Поэтому я оцениваю работу Романа Ивановича, всей команды, команды депутатов, всех поселений, вообще всех жителей. Я считаю, что это работа всех жителей района. Я могу оценивать только как хорошую. Наш успех, наверное, Славянского района в том, что, во-первых, молодой, целеустремленный, активный глава, который в авангарде всех событий, у него современная команда. А самое главное, что мы все в нашем районе работаем вместе. Вот я представитель, директор Славянского сельскохозяйственного техникума. Это краевое учреждение. Но у нас нет разделения. Районные, краевые, какие-то там федеральные, другие. У нас все работают вместе. Вот, видимо, в этом залог успеха. Поэтому нашему району только процветание, а главе новых творческих сил успехов, чтобы все получалось. Звучало, что действительно этот год очень сложный, очень такой и знаковый. Но самое первое чувство, которое – это гордость, что мы справились. Вот у нас глава, который правильно задает вектор движения. То есть он сам никогда не признает, что ошибки могут быть чужие, там бывают проблемы чужие. Он и нас этому учит и ведет. Вот на сегодняшний момент, несмотря на то, что очень трудный год, а все равно гордость. Потому что наш район смог не только справиться, но можно даже, так сказать, показать пример, как надо работать в полном соответствии бригада администрации и народа. В завершении сессии за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Краснодарского края, медалью за выдающийся вклад в развитие Кубани третьей степени, награжден глава Анастасиевского сельского поселения Александр Семко. Заместитель главы Славянского района Артем Щеглов отмечен почетной грамотой администрации края за значительный вклад в подготовку и проведение основных особо значимых массовых мероприятий в рамках Года памяти и славы. За активное участие в проведении выборов губернатора награждена секретарь территориальной избирательной комиссии Славянская Елена Горностаева. Также состоялось честование лучших поселений победителей краевого осмотра конкурса. За эффективную работу органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного значения дипломом Законодательного собрания Краснодарского края и почетной грамотой администрации края награждены глава Петровского сельского поселения Владимир Михайленко, председатель совета Елена Малежик, а также Евгений Леонов, глава Кировского сельского поселения. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Игорь Иванчиков, программа События.